Всем привет, друзья! Альфа-тестирование проекта CD закончилось, и я с нетерпением, думаю, как и вы, жду, когда же появится новая информация, когда нам дадут еще поиграть в этот замечательный проект, и разработчики об этом уже намекнули и поделились еще небольшими такими новостями, которые я для вас приготовил. Я, конечно, ждал более подробной информации о том, как прошло тестирование, сколько людей участвовало и т.д. и т.п., но, по крайней мере, пока такой информации не было, поделились только одним, что после того, как тестирование закончилось, всем предлагали пройти опрос, и таких опросников пришло более 20 тысяч, за что разработчики, естественно, благодарны. Ну и самая, наверное, основная информация, в которой делились пользователи, это было, ну, во-первых, подавляющее большинство было довольно увиденным, озвучка требует доработки, многие писали, и, ну, то есть ботейки нуждаются в улучшениях, ну, это, в общем-то, тоже классика. И, собственно говоря, нужно, все говорили о том, что нужно больше карт, больше агентов, больше всего, естественно, но, мне кажется, для альфа-версии здесь было уже достаточно всего, хотя, естественно, новые агенты, новые карты я только за. Еще небольшую статью, и разработчики поделились о том, как выглядят хитбоксы различных модулей на танках, и сколько там хп, ну, в основном их там 200-350 хп, что происходит с этими модулями, ну, то, что если там критует, к примеру, гуслю, то никаких бафов нету, просто гусля слетает, и типа ты стоишь. А если это, например, двигатель, то на 35% ухудшается подвижность, если это боеукладочка на 35% скорострельность, и так далее. Ну, и еще вот этого монстра я просто оставлю вот тут, судя по всему, это концепт какого-то нового танка-агента, это, конечно, что-то с чем-то. Если честно, вот в этом всем облике я еле угадал АГД, думал все, что это за танк, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, какая здесь будет активная способность. На чем разработчики сейчас работают? Ну, во-первых, они говорят, что у них просто супер-мега-крутая команда талантливая, как же они быстро работают. И на данный момент они работают над какими вещами? Больше агентов и улучшения текущих, ну, в общем-то, там были какие-то агенты, у которых не было улучшений, и вряд ли так задумано, скорее всего, должны быть какие-то тоже апгрейды. Поиск игроков в матчмейкинге на основе скилла, вот, этого не было, и вот теперь будут добавлять. Исправлены ошибки и различные еще какие-то моменты, баги, в общем, все это, естественно, фиксится, ну и много-много всего. Ну и главный вопрос, когда же нам ждать следующее какое-то вот такое тестирование, когда мы сможем ворваться опять и пощупать, что они там успели сделать? Ну, у разработчиков, на самом деле, с одной стороны, нету точной информации, потому что сейчас нужно будет много переработать отзывов, которые пришли, обработать их и сделать, собственно, изменения по этим отзывам, добавить контента, который они хоть планировали добавить. Поэтому ближайшие такие сроки, когда это тестирование может быть, это во втором квартале, а это апрель, май, июнь. Ну, то есть, под лето, грубо говоря, берем примерно май, в это время может стартовать следующее крупное вот такое альфа-тестирование. Ну, скорее всего, альфа-тестирование, мне кажется, еще вряд ли это будет какая-то бета. И это, в общем-то, довольно приятные сроки, не придется слишком долго ждать. Я, если честно, так и думал, что они надолго не пропадут. Последняя дата, которая упоминалась, что они вроде как типа бета-тестирование выйдет или типа релиз, это сентябрь. Но нет, как видите, они появятся буквально там уже через пару месяцев выйдут, так сказать, на связь. Мы сможем опять во все это дело ворваться. Ну, и, судя по всему, в сентябре вполне себе вряд ли, естественно, будет релиз все-таки к этому времени. Но вполне себе реально, что в сентябре это будет уже какая-то бета, открытая бета, когда уже все желающие, без всяких заявок, смогут зайти и поиграть. В общем-то, разработчики стабильно раз в неделю чем-нибудь, какой-нибудь информацией делятся. Так что, если наберется какая-то пачка еще интересных изменений каких-то или новостей, ну, или выйдет какая-то хорошая большая одна новость, то, естественно, ждите на этом канале видос на эту тему. Ну, а на этом у меня, пожалуй, все. Ролик получился небольшой, но я думаю, те, кто у меня периодически спрашивают, когда же, когда же ждать уже следующего тестирования, теперь будут в курсе. Не забудьте прожать лайки и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Увидимся!